При выборе собаки многие задаются вопросом, какую же породу выбрать. Я хотела бы сегодня рассказать про породу Шелти. Шелти это шотландская овчарка, была выведена в Великобритании. Это считается пастушья порода, собака-компаньон, относится к группе овчарки. И вот вы видите, что они всегда рядом со мной, они действительно как компаньоны. Как и любой овчарке нужна дрессировка. Но с ними проще справиться, чем, например, с породой такие как Бигль, Джек Рассел и другие охотничьи. Вот она смотрит в глаза. Собаки такие, что очень любят внимание, очень любят, когда их гладят, очень послушные. Можно спокойно дрессировать на разные команды. К сожалению, вкусняшек у меня с собой нету. Эта порода выполняет все команды и без вкусняшек, просто за похвалу. Единственное, где у них собираются колтуны, это за ушами. Очень редко, но иногда их приходится выстригать. Если своевременно причесывать, то колтуны не появляются. У меня их две, точнее даже три. Третья собака сейчас находится дома, она уже достаточно старая, ей 13 лет. Покажу ее немножко позже. Это у нас девочка, и мальчик там бегает. Вот он. В плане ухода за этой породой, многие задаются вопросом, как же справляться с шерстью. Многие думают, что она очень длинная, и надо постоянно расчесывать. На самом деле это не так. Расчесываемся мы примерно раз в неделю. Шерсть выпадает и застревает под шерстки. Соответственно, на вашем полу ее становится меньше, потому что выпавшая шерсть застревает у них под шерстки и меньше падает на пол, чем у годкошерстных. Короткошерстных собак, мелкая жесткая шерсть, они как голочки, и они застревают на одежде, на коврах у кого есть. Их очень сложно оттуда достать. Эти же, так как шерсть длинная, она у них жесткая, практически не спутывается, достаточно легко собирается с пола. Когда у вас алуминат или паркет, шерсть в основном скапливает в районе плинтусов и легко очищается веником, либо пылесосом. По поводу кормления, я своих собак кормлю сухими кормами. Натуральным я не кормлю, я бы советовала лучше кормить сухими кормами, так как от натуралки очень часто возникают разные заболевания. Я говорю, как ветеринарный врач, ко мне очень часто приходят пациенты с больной печенью, больным пищеварением, именно кто кормит натуралкой. Также по поводу здоровья этой породы, чаще всего нет заболеваний именно ЖКТ. Опять же, диетические корма нам в помощь. Также проблемой данной породы являются зубные камни. В принципе, как и у всех собак такого мини-формата, проблему с зубами можно решить, чистя собакам зубы обычной щеткой. Я своим собакам чищу зубы скалером. Это профессиональная утрозвуковая очистка. Делается под седацией, то есть им не больно. Собака в полудреме находится. И все это происходит примерно минут за 20. Легко они выходят очень под этими препаратами, которые я применяю. Но лучше эту чистку проводить не чаще, чем раз в полгода. Размеры су 35,5, 2,5 плюс-минус холки. Кобели 37, 2,5 сантиметра, плюс-минус также холка. А красоты породы бывают саболиной, трехцветные, это такие, как у меня. Собаки в стаи по одному виду, те совершенно по-разному. С такой породой, как шелти, можно гулять спокойно, без поводка. Они всегда подойдут, всегда рады. Меда, камни, хорошо, сидеть, хорошо. Арчи, 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 сидеть, хорошо. Молодец, молодец. Молодцы. Ну и немножко ревнует. Любит очень внимание всего хозяина. Так же, у кого дома живет кошка или кот, эти собаки практически на них не реагируют, они привыкают к разными жизнями. Обычно кошки к ним не лезут, а они к ним. Так же, как вы уже заметили, собаки останавливаются, смотрят, ждут, они не убегают далеко вперед. Кот стоит рядом. Я остановилась, собака стоит рядом. Вторая тоже возойдет, пока я пойду дальше. Далее у нас будет порога, поэтому собаку уже взять на поводу. Какие посушными они были, не были. А вот он наш старый пес. Ему 13 лет уже. Такой немножко уже седой, немножко глухой. Вот такой. Уже медлительный стал. Поэтому ходим с ним, гуляем около дома. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok